Итак, друзья, приветствую всех еще раз. Сейчас объясню, почему сорвался бой с ригбистом, но перед этим хотел бы показать, что за рулем не я. Здесь зеркальное отражение. Вот, сейчас скажут, за рулем еду и еще рассказываю. Смотрите. Да, действительно, я не сделал вес. Мой вес составил 92 кг. Это сейчас такая большая проблема для меня оказалась. Я никогда с этим и сталкивался. Последние два месяца я очень серьезно готовился к боям. Очень хотел провести бой с ригбистом. Я везде об этом говорил, что мне это интересно, эта возможность победить ригбиста на его же промоушене. Это у меня в планах так было. А там, как получилось бы, так бы получилось. Вот, и два месяца готовился к боям. Подошел ответственно с доктором, залечил какие-то свои травмы, суставы. Вот, кто-то спрашивает, нахимичился. Я использовал гармошку, гормон роста, потому что у меня все переломанные суставы. Но придерживался какой-то диете. В итоге, из-за своего непрофессионализма, все свои бои, которые я проводил в поп-выма, я, в принципе, никогда не взвешивался с той целью, чтобы гонять вес. И все мои соперники, они были разного веса. Было и по 100 кг, и по 80, и по 90, было и меньше, и больше. Ну, как-то не доводилось мне в этом принимать участие, как профессионал. И вот этот непрофессионалист сыграл злую шутку. Полностью признаю свою вину, свой косяк. Ну, что я могу теперь сделать? Могу только намотать на ус и в дальнейшем уже понимать, что весогонка, вес – это все-таки в единоборствах, как отдельный вид искусства. Я не знал этого, никогда с этим не страгивался. Ну, а что мое незнание? Оно никак меня не оправдывает. Это моя вина, моя ошибка. Мне действительно очень неудобно. Чувствую себя виноватым. Но я не могу время вернуть назад, не могу что-то сейчас исправить. Ну, а вам должен был это все рассказать. Из-за вот этого непрофессионализма, из-за своего веса пострадали еще некоторые мои бои. То есть с Артемом Тарасовым я выходил с желтой карточкой. Могу сказать, что вот этот вес, который я набрал, мне не очень с ним комфортно. И я уже буду по-новому работать, чтобы убрать лишний вес. Это, видимо, отдельный нужен диетолог, и все немного по-другому он будет делать. Ну, не суть. С этим весом мне некомфортно, это 100%. Я от этого никак не получаю бонус-плюс. Вот. С Маратом Исаевым у меня также должен быть бой. Но вот сейчас я, кстати, еду на конференцию с Маратом Исаевым. Уже ведется разговор. У меня перевес в 4 килограмма будет. В 3-4 килограмма. Мы там на килограмм весовую с ним договорились в 85. Вот. Сегодня я показал 92, но, опять же, обычно я по утраму встаю, взвешиваю, свешиваю 89... 89, 88, 90. Так вот колеблется вес у меня. Видимо, я пришел как-то... Короче, не знаю. Вот так вот вышло, друзья. Ну, а что? Я, как бы, может, и хотел бы оправдаться, но оправдаться-то нечем. Здесь только остается признать и перед всем извиниться. Вот. С Маратом Исаевым у меня будет бой. Он не отказался от этого боя. Но желтая карточка. Опять желтая карточка. Других вариантов у меня нет. Вот. На текущий момент это все события. Старался, вы его бой увидите на хард-гор-боксинге. С Маратом Исаевым подерусь уже скоро. С желтой карточкой. Не знаю, конечно, желтая карточка это большой минус. И я постараюсь в любом случае сделать все, чтобы максимально всех не подводить. Кого-то подвел, да, спору нет. Но все мы не застрахованы от ошибок, от косяков. И когда что-то впервые в мою жизнь приходит, чем я никогда не сталкивался, я обычно ошибаюсь и какие-то вещи делаю неправильно. Постараюсь исправиться, постараюсь наладить дружбу со своим весом. Буду сейчас все это решать. Да и вообще, в принципе, не нагружать себя столькими боями. А то я чересчур, видимо, поверил в свою систему, что все будет четко. И что я все успею. Везде смогу проявить себя. Но вот в погоне за тем, чтобы проявить себя, я немного оплошал. Насчет того, что кто-то пишет, что у меня там денег, все мало, много. Я сразу говорю, что на бой с ригбистами я согласился выйти бесплатно, как мы изначально договаривались, когда проводили первое интервью. Но на тех условиях, что спарринг, бой, выйдет на моем канале тоже. Поэтому представляете, насколько мне было важно провести этот бой. Я не получал за этот бой ни копейки. И это было все осознанно. Мне нужен был лишь контент. То есть в прямом эфире это прошло бы бой, а потом бы у нас с Топдогом он одновременно вышел на каналах. И для меня это было очень важно, как контент, как, блин. Я очень хотел это бой, и везде говорил соскакивать и прятаться, давать заднюю. Ну, мне это не присуще. Уже слишком много наговорил, друзья. Надеюсь на ваше понимание. И еще раз прошу извинения.